Добрый день, с вами Виктор Овчаренко, австралийский лицензированный миграционный агент, номер лицензии MARA 0964258, с обзором последних новостей австралийской миграционной программы, а также с ответами на вопросы, заданные в канале, вопросы для видео. Итак, основная новость – это объявления штатом Квинсланд, программы профессиональной номинации по визе под класс 191 и 491. Давайте рассмотрим детали. На сайте штата Квинсланд имеется детальная информация как о самом процессе, так и о количестве мест, которое было выбрано. Программа по своей сути не отличается от программы прошлого финансового года, но требования к кандидатам уменьшены, а также расширен список специальностей, по которым штат Квинсланд хочет видеть специалистов. Итак, нас интересуют прежде всего заявители, работающие офшор и живущие офшор. Определены почтовые регионы штата, которые относятся к Designated Regional Area, то есть к региональной Австралии, для визы под класс 491. Определены критерии. Говорится о том, что заявители должны иметь 75 баллов, это включая 5 баллов за спонсорство штата. Для 490 визы требуется 65 баллов. Существенное отличие по сравнению с прошлым годом. Имеется список специальностей в виде таблицы для виз под класса 191 и 491. Здесь имеется минимальное количество лет работы для тех или иных специальностей. Обратите внимание, что для специальности инженерный менеджер требуется 5 лет. Список достаточно обширен и включает в себя такие специальности, на которые штат Квинсланд не давал номинацию уже много лет. Например, Life Scientist. Достаточно хорошо представлены специалисты в области IT. В области IT я бы сказал, что весь спектр специальностей, подтверждаемой Australian Computer Society, присутствует в штате Квинсланд. Со списком можно ознакомиться по этой ссылке и понять, насколько штат Квинсланд подходит вам, исходя с точки зрения, какая специальность у вас подтверждена. Далее. Требуется Competent English. Обратите внимание, что в прошлом году штат Квинсланд требовал Proficient English. Ну и Commitment Living in Brisbane требуется 2 года для проживания на 190 визе и, соответственно, 3 года для проживания в регионе на 491 визе. При подаче заявки, если вы подходите на визу под класс 190 и 491, рекомендуется подавать только одно заявление и не подавать два заявления. Если имеется подтверждение специальности по двум специальностям или нескольким, нужно подавать только одну заявку и выбирать специальность, которая подходит наилучшим образом и коррелируется с вашим опытом работы. Традиционно в штат Квинсланд подается достаточно большое количество заявителей и поэтому требуется учитывать, что сотрудникам необходимо какое-то время для того, чтобы обработать всю очередь. Процесс подачи достаточно прямолинейен, в отличие от других штатов. Прежде всего необходимо подать заявку с выражением интереса иммиграции в Австралию, выбрать штат Квинсланд, указать одну или две визы категории 491-190 и приготовиться к получению приглашения. Соответственно, как только оно будет получено, необходимо прикрепить все документы по списку, подписать декларацию о том, что у заявителя имеется достаточное количество финансов, оплатить невозвращаемый визовый сбор и дождаться результатов. Здесь приведен детальный чек-лист, требующийся для того, чтобы произвести правильную подачу и приведены требования по декларации касательно финансов, необходимых для проживания в Австралии, в штате Квинсланд по номинации на 2023-2024 год. Здесь приведена таблица, если заявители находятся в Австралии, то требуется 5 тысяч, если заявители находятся не в Австралии, то требуется 15 тысяч. И, соответственно, идет математика, показывающая, какое количество средств требуется в зависимости от количества дополнительных заявителей. Обратно, нет необходимости прикладывать какие-то выписки из банков, подписывается декларация. Размер сборов 300 долларов для 190 визы и 300 долларов для 491 визы. Для заявителей, находящихся в Австралии, дополнительно 30 долларов это GST, то есть МДС. Ну, соответственно, 300 либо 330. Так, что еще интересного касательно этой программы? Можно рассмотреть также требования для выпускников штатов Квинсланд. Приведены критерии, соответственно, критерии, в общем-то, те же самые 75 и 65 баллов, Competent English. В отличие от заявителей на 190 и 491 визу, находящихся вне Австралии, выпускники вузов штата Квинсланд имеют возможность податься на любую специальность из всего списка, но при этом они должны отучиться на 100% в одном из учебных заведений штата Квинсланд и закончить обучение в период не более двух последних лет. Также есть дополнительные критерии для выпускников аспирантуры, то есть должно быть положительное решение, не требуется опыт работы. Также выпускники по направлению СТЭМ или сельскохозяйственное направление должны работать 30 часов в неделю по специальности, и сектора СТЭМ и сельского хозяйства приведены ниже. Подразумевается, что заявители могут, если они не имеют ограничения по количеству часов, работать уже находясь в магистратуре, либо, что более логично, уже получили визу под класс 485. Остальные выпускники, не относящиеся к направлению СТЭМ или сельскохозяйства, должны иметь очень высокий балл, то есть 6.0 для визы под класс 190, либо 5.0 для визы под класс 491, также работать по своей специальности 30 часов в неделю. Для выпускников аспирантуры точно такая же ситуация. Значит, имеются ограничения по специальности бухгалтера, аудиторы и повара. Определены направления СТЭМ, но это традиционно все, что относится к технологии, информационным наукам, инженерным наукам и сельскому хозяйству. Так, и обратно идет повторение информации о том, что не нужно подавать двойную заявку и так далее. Остается вопрос для людей, работающих в штате Квинсленд и, естественно, проживающих в штате Квинсленд. В общем-то, требования практически те же самые, что и для заявителей, находящихся вне штата Квинсленд. За одним исключением доступна полная линейка специальностей. Требования 30 часов в неделю, 3 месяца работы по специальности. Здесь то же самое для регионального Квинсленда. И подтверждение того, что человек работает и будет работать на протяжении последующих 12 месяцев для 491 визы, что это будет работа в региональном Квинсленде на протяжении следующих 6 месяцев. Соответственно, точно так же подтверждение того, что человек собирается остаться жить, работать в Квинсленде. Имеются те же самые ограничения для бухгалтеров, поваров и аудиторов, но и имеются те же самые замечания касательно подачи. На этом все. Давайте перейдем к вопросам в заданном телеграм-канале. Добрый день. Вопрос по номинации Westin-Australia. Имеется подтверждение профессии в Australian Computer Society 263212. Она находится в группе 2, Шейл 2, с учетом номинации 65 с плюсом баллов. Правильно ли я понимаю, что могу податься на 491 визу, не имея предложения по работе и на 190, если будет контракт? Да, нужно посмотреть матрицу штаток Westin-Australia. Сейчас один момент, мы ее откроем. Вот эта матрица и вот вопрос, который интересует данной ситуации. То есть Шейл 2, здесь имеется галочка, и нужно иметь контракт 6 месяцев. Соответственно, так как это IT-направление, то скорее всего это не строительная индустрия и контракт обязателен. Следующий вопрос. Доброго дня. Получила пиар Патна 801. Расстались с партнером. Это не влияет на визу, отмену или какие-либо еще неприятности. Спасибо. А 801 виза это пиар виза и, соответственно, никаких ограничений на дальнейшее пребывание в Австралии нет. То есть вы можете расстаться с партнером, можете официально расторгнуть ваш брак. Визу вы не потеряете. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, если полученное в РФ высшее образование не совсем коррелирует с профессией, по которому планируется переезд, то для больших шансов на переезд достаточно будет предъявить диплом о профессиональной переподготовке или такие дипломы не котируются. Спасибо. Нужно понимать, что все будет зависеть от того, какая организация, какая специальность. К примеру, ВЕТСС принимает такие дипломы и принимает их на уровне адванса диплома. Обратно вопрос не содержит информации касательно специальности и мне крайне сложно строить какие-либо предположения. Пожалуйста, дайте больше деталей, мы попробуем рассмотреть это. В принципе, это все вопросы, заданные в нашем телеграм-канале за последнюю неделю. Благодарю вас за внимание. С вами был австралийский лицензированный миграционный агент Виктор Авчаренко. Обращаю ваше внимание, что вся информация, представленная в данном видео, носит лишь ознакомительный информационный характер, не является персональным советом или рекомендацией. Если таковые требуются, обращайтесь. Вся информация и коды скидок под видео. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!